Новая постановка театра Мона Эльбрус стала без преувеличения уникальным явлением в современной карачаевской культуре. Дело в том, что о приключениях главной героини Маши в Архизе зрителям поведали сразу на трёх языках – русском, карачаевском и языке жестов. При этом затруднений в переводе никто не почувствовал. Видимо, помог местный волшебный во всех смыслах напиток. Волшебное действие Айрана, конечно, помогло. Маша выпила Айран, и теперь она героиня карачаевской сказки, где её Миша торгует мёдом в Архизе, а Чебурашка – собиратель загадок Эльбруса. Волшебство Айрана ими тоже овладела, и они тут же заговорили на карачаевском. Маша, мне так хорошо становится. А рачаеву было паром. Сурдоперевод карачаевского спектакля зрителям представила победитель международного конкурса жестовой песни Алина Акбаева. Её мастерство позволило прожить сказку, веселиться с Машей и детям, которые слышат ушами, и маленьким зрителям, которые слышат глазами. Если у нас дети, которые воспитывались в семьях, именно где носителем является свой родной карачаевский язык, дети с остатком слуха могут перевести. Вы сегодня это увидели. Наш переводчик владеет своим родным языком карачаевским, но владеет и жестовым русским языком. И результат сегодня все увидели. Очень интересно было. Движения такие. Прямо всё понятно. Прямо настолько действительно артисты отличные. Мне очень понравилось. Виртуозный сурдопереводчик стал не единственной изюминкой спектакля. Чтобы быть убедительными, и актёры, и режиссёр театра Мон Эльбрус тоже выучили основы языка жестов. Смотрите, сделаем самый простой. Спасибо. Сначала подбородок, а потом лоб. Спасибо. Своим актёрским мастерством, обаянием персонажей, ну и, конечно же, языком жестов, актёры смогли широко открыть сердца юных зрителей. И не только рассказать о приключениях Маши, но и мотивировать их самих. Изучение родных языков через известных русских персонажей является эффективным средством для того, чтобы дети полюбили свой язык. Когда Маша разговаривает на карачаевском языке, да ещё надевает карачаевское платье, то, естественно, дети будут хотеть быть такими же, как Маша, и любить свой родной язык. Спектакль для глухих на карачаевском языке стал началом большого проекта по открытию режиссёра Корчой Мамчуин школы актёрского мастерства для талантов, слышащих этот мир глазами. Руслан Альботов, Ислам Урумов. Итоги недели.